Наибом Шамиля, великий князь Константин его отпустит, он станет Наибом Шамиля, затем он перейдет на русскую сторону, в 37-м году сопровождал Лермонтова по Кавказской линии, служил переводчиком в русском штабе и так далее. Подробнее о нем написано в книге «Потомка Баты Асламбекши Мурзаева», есть информация о Лермонтовской ринциклопедии, книге Азима Юсупова о Лермонтове и в следующей моей книге тоже можно будет прочитать. Каждый из этих мальчишек стал крупной личностью в России, никто не потерял, сын из гимна, бесследно, как и воины Валериана, фотографии, которые вы могли видеть, я как полагаю, Валериана Николая Константиновича, которую тоже назвали чиновниками.